Так, девчонки, проехало сразу 10 машин, столько шума было. Отвечаю доброжелательницам, пуританкам, леди... Не обижайтесь, девочки, что я вас так называю. Я это с добром, с добром называю, не со злостью. Так вот, про леди Диану, ведь она погибла в 36 или в 37 лет, ей было бы сейчас где-то 61-62 года, да, она, по-моему, 61 года рождения. Вы представляете, по этикету леди Диане, принцессе Диане, нельзя было заниматься любовью, влюбляться в других мужчин, ездить с ними на Сардынию, на яхту, на Лазурный берег с Дуди Альфаэдом, сыном этого, который хозяин отеля Ридс и всё такое. Потому что по этикету она леди, она принцесса, она должна жить в заточении, она должна соблюдать этикет королевского дворца, она не имеет права на любовь и тем более на заниматься любовью в 36 лет. Вы представляете, это по теории девчонок-пуританок, которые любят судить других людей только за то, что, так знаете, игриво, хитро, весело высунула язык на одну, на долю секунды, даже на две, не на две секунды, а на долю секунды. Вы представляете, я даже ещё тогда не выпила, я только начала пить. Первые два глотка сделала, когда я сделала это видео. Я была абсолютно трезвой, я сама по себе такой позитивный, жизнерадостный, весёлый человек. Я внутри тусовщица, я люблю жизнь, я люблю веселиться, я передаю своё веселье другим людям, абсолютно незнакомым. Я спокойно знакомлюсь с незнакомыми людьми, что с мужчинами, что с женщинами, и завожу дружбу, и на долгие годы даже, вот именно на дискотеках, барах, когда знакомимся, так весело. А потом мы ещё дружим годами и по 20 лет. Поэтому каждый человек по-своему уникален. Тем более весь Инстаграм, весь виртуальный мир, весь Фейсбук, весь Твиттер, весь там, не знаю, что ещё, Ютуб, ТикТок, полным-полно этих фотографий, этих видео с высунутыми языками и с одним глазом, как называется по-русски, с одним глазом пусть утекёт, утекут весь негатив, всё плохое, всё нездоровое, всё грустное и печальное, горная водичка унеси. Так вот, за то, что просто глазом моргнуло, язык высунуло, и за это столько комментариев, чуть ли не я какое-то преступление совершила, преступление века. Девчонки, успокойтесь, не судите, не судимы будете. Так вот, возвращаясь к леди Диане, если бы она по этикету соблюдала бы всё, что приказывает королевский двор, королевский этикет, она должна была бы себя заточить в своём дворце в Англии, никуда не выходить, ни с кем не дружить, ни с кем хороводы не водить, не любить, не заниматься любовью. Вы представляете, в 36 лет, вы что, мне 55 лет, я ещё себя не записала в покойнице или в старушке. Я хочу любить, я хочу тусоваться, я хочу радоваться, я хочу заниматься любовью, я хочу наслаждаться жизнью, вы что думаете, 55 лет, это что, уже покойница, что ли? Вы ошибаетесь, потому что в Италии, я не знаю, как там сейчас в других странах наших постсоветских, в Италии, например, бабушки и дедушки, я сама бабушка, я не говорю это с критикой, я говорю это с добром, я счастлива, что я бабушка, но я молодая бабушка, полная силы и жизнерадостности, позитива, энергии, даже вон, видите, каждый день хожу пешком туда-сюда. Улыбнулся парень. Только когда жарко, не могу, вот, слишком жарко, не люблю потеть, подниматься, тогда проезжает машина, забирает меня из дома. У нас здесь в Италии ходят бабушки, дедушки по 75 лет на бальные танцы, на мазурки, на вальсы, на дискотеки мужчины по 80 лет ходят, я знаю, некоторых таких тусовщиков. И женщины, вон моя подруга, писательница, ей уже под 70 лет, она каждую пятницу тусуется в вилла Италия, и таких, как она, полным-полно. Если вы смотрели мои видео в вилла Италия в прошлых годах, дискотека, ресторан, дискотека, бассейн и всё такое на свежем воздухе, летние, летние развлечения. Вот, это нормально, это нормально тусоваться, выпить, повеселиться, потанцевать, чуть-чуть там, как называется, быть игривой, чуть-чуть флиртовать. Даже замужние женщины, у меня подруги все замужние, они спокойно-преспокойно флиртуют с другими мужчинами. Это же не значит, что они прямо идут с ними, прямо в постель. Поэтому успокойтесь. Так вот, возвращаясь опять к леди Диана. Пусть земля ей будет пухом. Я даже специально сейчас проверила в гугле, во сколько лет она погибла. У меня слёзы навернулись, мне так жаль её стало. В 36 лет. Офигеть, девчонки, вы представляете. Этот принц Чарльз не любил, изменял ей с Камилой. И она что должна была делать в 36 лет, девчонки? Должна в монашке была, должна была в монашке записаться и сидеть в заточении во дворце, в башне? Как вы думаете, девушка полная сил? В 36 лет я была вообще девочкой. В 40 лет меня полюбил парень, 27 лет, и все думали, что мы ровесники. Мы занимались с ним любовью. В 40 лет я с ним занималась. Любовью я рассказывала по 6-10 раз в день, почему я в него влюбилась. Это, наверное, были последние гормоны, как сказала моя подружка, приятельница русская. Она сказала, Жасмин, это в тебе гормоны, последний инстинкт. Женские гормоны играют. В 40 лет, в 45 лет женщина должна последний раз забеременеть, потому что потом наступает менопауза потихоньку, и женщина не может забеременеть. Это что-то подсознательное, такой инстинкт основной, женский такой, знаете. И вот тебя тянет к здоровым молодым мужчинам. Не меня, а всех, между прочим. Потому что это не я придумала, это научно доказано. Поэтому мы-то это сами не понимаем. Мы думаем, что-то мы влюбились, что мы там, пуританки будут писать, да, она извращенка, как она могла полюбить 40 лет парня на 13 лет младше, 27 лет и все такое. А на самом деле это происходит подсознательно, инстинктивно. И не потому, что мы, как пишут некоторые, что мы как животные. Только потому, что я хитро улыбнулась, моргнула глазом, высунула четверть секунды язык. Это значит, мы животные. Это значит, мы ведем как животные себя. Я просто... У меня просто слов нет над моралью некоторых женщин. И вот, кстати, получается, что такие люди будут осуждать леди Диану за то, что она ездила с Доди Альфаедом по Лазурным берегам, по Сарденям на яхте, а потом ехала, была с ним в отель Рицы и ехала в машине, и потом погибла. Еще и скажут вот такие вот пуританки, что ее бог наказал за то, что она не соблюдала этикет королевского дворца как леди, как принцесса. Она не имела права любить и заниматься любовью. Вы представляете, до чего доходит кощунство людей? А мне ее вот... Я сейчас прочитала в гугле. Я даже расплакала с девчонки. Мне ее так жалко стало в том смысле, что вот женщина была здоровая, полная сил, красивая, с этими глазами голубыми. Вот по вашей теории она должна была сидеть дома в заточении. Поставить крест на себя первым делом, первым делом она всегда женщина. И у нее есть такие же инстинкты, как у всех женщин на свете. И у мужчин, и у всех гуманоидов на земле. Но это не значит, что про нее можно сказать. Вот то, что она имела любовника там, охранника, телохранителя или любовника этого. Что она ведет себя как животное. Успокойтесь. Вот меня прямо удивило, что люди вот... Если вам хочется жить так, как вы думаете, теоретически, ваша философия жизни женщины, живите так, как вы хотите. Но не думайте, что ваша теория – это критерий истины, что все женщины должны жить так, как вы думаете. Должны такие надеть на себя паранджу, платочек, никому не глядеть в глаза, не улыбаться, не танцевать, не выпивать хотя бы в отпуске, не тусоваться, не радоваться жизни, потому что это грешно. Потому что это вы ведете себя как животное. Все. На этой нотке я заканчиваю очередное мое видео. И сейчас воскресенье. Вчера от того, что выпал дождь, 3-4 часа, я говорю «выпал», потому что я по-итальянски перевожу автоматически. И, конечно, так не говорят «выпал дождь». Выпадает снег, но не дождь. Сейчас попаду под машину. Я вчера была дома, 1 до 8.30, дождь за окном барабанил, а я смотрела фильмы, посмотрела французский фильм. Такой странный, конечно, французский фильм. Это не фантазия извращенного мозга режиссера, как многие писали в комментариях под фильмом. Нет, это вообще этот фильм по произведению другого писателя. И что самое интересное, это реальность, это реальные, такие люди бывают. Такие люди бывают, как в этом фильме. Потому что чужая душа, потемки, девчонки. Все дело в том, что иногда бывают такие женщины и мужчины, которые снаружи кажутся такими пуританками, такими монашками, такими святыми. А они потом такое вытворяют в постели в сексуальном плане. Изменяют налево, направо и все такое. А некоторые бывают вот такие, типа, как я. Чувак такой смешной. Бывают такие, как я, распиздяйки, бесшебашные, веселые, жизнерадостные. Но я-то как раз-таки, если честно сказать, внутри очень даже невинность. Я-то себя знаю. Поэтому чужая душа, потемки. Я сама невинность в этом плане. Конечно, я люблю любить. Я люблю любовь. Но по сравнению с теми, которые есть такие девчонки и мальчишки, я по сравнению с ними вообще святая. Святых. Вот такие вот дела. Вот отсюда такой вид красивый, конечно. Всем здоровья и добра. Мои любимые цветочки. Девчонки, добрый день, добрый день всем. Посмотрите, какой прекрасный день после дождя. Вчера весь вечер был дождь, ливень, гроза, молнии. Я даже не смогла выйти после трёх часов вечера. После трёх часов после обеда. Хоть последний раз покажу вам красоту этих гор. Девчонки, сегодня последний день, воскресенье. Посмотрите, какая красота. Да, конечно, машины проезжают шумно. Облака. Ой, свежайший воздух, потому что вчера выпало столько дождя. Прямо столько кислорода сейчас. Прямо не надышусь. Специально вышла пешком. Хотя мои тоже сейчас на машине собираются в супермаркет, в центр. Они приехали вчера вечером в 8.30 вечера. Так что 4 дня я жила одна. Конечно, могла, чтобы привезли мне Мелиссу. Так жаль, конечно, что я одна провела 4 дня. Но в то же время с Мелиссой я не смогла бы выходить так, как я выходила до 11.30 вечера. Поэтому, с одной стороны, так должно было случиться. Значит, следующие выходные буду проводить с Мелиссой и Феррагоста, наверное. Очень соскучилась по Мелисте. Сейчас перейду туда, продолжу, потому что здесь много шума. Продолжение следует. Последний раз покажу за этот сезон летний. Куртина Диампеццо. Значит так. Отвечаю сразу на комментарии моих доброжелательниц. Пуританок. Продолжение следует.